Сегодня отмечается 30-летие со дня принятия первой конституции суверенного белорусского государства. Событие положило начало новому этапу развития страны. Основной закон Беларуси имеет высшую юридическую силу и закрепляет основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных отношений. В стране увеличился максимальный размер льготного кредита для молодых специалистов и молодёжи в возрасте до 31 года. В соответствии с новым документом сумма выросла с 5,5 тысяч до более чем 12. Также расширен перечень доступных товаров. Теперь можно приобретать всю продукцию отечественного производства. Бобруйчанки Нине Костян присвоено звание «Женщина года 2023» в номинации «Духовность и культура». Республиканский конкурс – один из наиболее громких проектов общественной организации «Белорусский союз женщин». Он проводится для поощрения представительниц прекрасного пола, которые получили признание в различных сферах деятельности и активно участвуют в женском движении. В Бобруйске установят девять новых детских площадок. Появятся они на Крылова, Горелико, Орджоникидзе, Лыньково, Батова и других адресах. К слову, на эти цели в Могилёвской области выделено около 6 миллионов рублей бюджетных средств. Прорабатывается вопрос о дополнительном направлении ещё двух миллионов. Бобруйский горосполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Приём заявлений по 29 марта по адресу Ленина 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте bobruysk.by.